Передаю слово нашим ведущим. Можем? Ну, сначала изначально мы представимся. Меня зовут Князева Евгения, и я лечебная преподобная анализа поведения, куратор индивидуальных программ Центра Яркий Мир и ВИА в Москве. Вот, в области преподобного анализа поведения я работаю больше 7 лет и еще являюсь родителем ребенка сутизма. Меня зовут Ирина Аксеньевна, я лечебная дефектолог. Тариста прикладного анализа поведения. В этой области я работаю более 5 лет и вместе с Евгением мы представляем Центр Яркий Мир и ВИА в городе Москва. И сегодня мы будем вам рассказывать... Сегодня мы будем вам рассказывать... Это, конечно же, не только один специалист, или это не только один родитель. Это и родители, и специалисты. Разные исследования имеют разные разногласия о том, в виде вмешательства, какое же лучше. Но все они говорят о том, что участие родителей является неотъемлемой частью любого вмешательства. Включение родителей в обучающий процесс это очень важный и нужный компонент работы. И все люди, которые взаимодействуют с ребенком с особыми образовательными потребностями, должны работать вместе и сообща. Это не говорит о том, что это будет просто. Это не говорит, что этого можно научиться за один день. Но при общей работе это возможно. И это очень важно и нужно. И сегодня мы вместе с Евгением постараемся вам рассказать о таком сложном процессе. Я надеюсь, что это не слышно, потому что кто-то пишет, что нет звука. Евгения услышала хорошо. Евгения услышала хорошо, Ксения почти не слышала. Ксения, не побывайте поближе к микрофону. Вот сейчас слышно лучше. Вот сейчас на максимум нет микрофона. Да, я надеюсь, что всем все хорошо слышно. И, конечно же, когда мы готовили свою презентацию, мы ее готовили до введения в нашей стране условий и мы скооперировались быстренько и добавили необходимую информацию, нам кажется, необходимую информацию о том, что происходит сейчас с семьями, в которых растут особые дети, когда родители вынуждены брать на себя функции учителей, функции сопровождающих и обучать своих детей самостоятельно, дистанционно или по умству, самостоятельно, без сопровождения специалистов. И поскольку мы работаем в области ABA, мы будем рассказывать про то, как можно построить эффективную программу вмешательства с включением семьи как членов терапевтической команды, как в принципе в целом, так и в условиях, в которых мы сейчас все оказались. И хочется немножечко... У нас будут видеоролики небольшие. Это видеоролики занятий наших детей, детей нашего центра с родителями дома, которые происходят сейчас или которые происходили ранее. Мы будем их показывать и давать комментарии. И все родители, мы очень благодарны им за разрешение на размещение и демонстрацию видеороликов. И они осведомлены о том, что их дети сегодня будут принимать участие в дистанционном фестивале. Итак, от чего же зависит успешность ABA-программы? Любой ABA-программы, какой бы мы ни начинали, безусловно, она зависит от уровня квалификации и компетентности тех специалистов, с которыми будет работать ребенок. Один из ключевых факторов. Но когда мы рассматриваем программу целиком, мы рассматриваем ребенка, семью целиком, мы не рассматриваем отдельно какие-то элементы жизни семьи, такие как обучение только вербальному поведению или обучение только карточку на карточку складывать. Мы говорим о жизни семьи в целом. То у нас обязательно должен быть компонент работы с социальным поведением. Это значит, что рассматривая программу, мы должны включать в нее такие компоненты, которые помогут сделать жизнь ребенка и жизнь семьи проще и лучше. То есть, если, например, ребенок не умеет ходить в магазин или плохо себя ведет в магазине, хватает сразу конфеты, не может ходить в тележечке рядом с мамой, убегает от мамы, то это будет являться целью нашего вмешательства и, возможно, это будет приоритизированной целью нашей работы, поскольку это является социальным навыком, социальным компонентом, тем, что необходимо для жизни. Одним из вторых компонентов эффективной программы является обязательная оценка навыков перед тем, как мы начнем работать. Конечно же, важным является поддержание освоенных навыков, и это один из достаточно сложных компонентов, поскольку чаще всего мы работаем все-таки в более структурированной среде, часто мы работаем только за столом, учим навыкам, например, сопоставлять картинку с картинкой, сортировать предметы по цветам, и всегда нужно задаваться вопросом, где и как этот навык может использовать ребенок, кроме наших структурированных сессий, что мы можем сделать, чтобы владение этим навыком он демонстрировал в других условиях. И, в частности, другое условие для нас – это всегда дом, это место, где проживает ребенок. Сейчас, секундочку, я сделаю звук немножечко громче. Вот, сейчас должно быть слышно получше, я надеюсь. Итак, далее, конечно же, успешность ЭБИ-программы зависит от ее интенсивности и от участия родителей, так как это важный фактор и неотъемлемая часть успеха ребенка. Без участия родителей не всегда работать с детьми может быть эффективна настолько, насколько она будет эффективна с включением семьи или участия семьи в образовательный процесс. И сейчас мы с вами поговорим о социально значимом поведении. Один из компонентов, который я сейчас буду рассматривать, это социальное поведение и вербальное поведение. Социально значимое поведение – это, конечно же, много разных компонентов, но оно в любом случае всегда направлено только на одно – это улучшение качества жизни человека с особыми потребностями. Это, конечно же, социальное поведение. Но всегда необходимо помнить о том, что социальное поведение – это не только общение со сверстниками, это не только нахождение в школе, это также походы в магазины, это умение реагировать на какие-то резкие и неожиданные изменения в жизни. Это очень важно, потому что мы с вами люди, которые можем ориентироваться на прошлый опыт или на опыт других людей. И нам достаточно просто адаптироваться в новых условиях окружающей среды. Но для людей с особыми потребностями это не так просто и не так элементарно, как может нам показаться. Как объяснить это простыми словами? Давайте попробуем на примере. Например, есть ребенок, который не умеет вести себя на детской площадке, который раскидывает песок, который бегает за другими детьми, либо сильно обнимает их, ну, может быть, он их толкает, абсолютно разные поведения могут происходить. И мамы таких детей будут делать замечания маме особенного ребенка о том, что ваш ребенок невоспитанный, или идите домой, воспитайте своего ребенка, потом придете уже на детскую площадку. И все это оказывает очень большое давление на маму с ребенком с особыми потребностями. И такие выходки со стороны других людей заставляют родителя все реже выходить на улицу, вообще выводить своего ребенка в социум. Таким образом, мешая ребенка возможности быть частью этого социума и иметь возможность формировать навыки социального поведения. Если мы говорим о том, что же мы можем сделать в рамках, например, данного примера. Конечно же, мы будем начинать наше обучение с того, что ребенок просто будет учиться находиться на этой площадке. Мы сейчас не будем подключать туда сверстников. Мы будем взаимодействовать только с этим ребенком, только в данных условиях окружающей среды. Второе, о чем мы поговорим, это вербальное поведение. Конечно же, самое важное, самое нужное – это просьба. Человек должен уметь выражать свои желания и потребности любым социально приемлемым образом. Он должен сообщить, что он хочет или чего ему совсем не хочется. Конечно же, идеально то, к чему мы должны прийти, это что ребенок сообщит нам о том, что у него болит, что он чувствует, что его волнует. Да, к этому критерию, возможно, придут не все, но ничего страшного. Главное, чтобы любым способом, пусть это будут жесты, пусть это будут ПЭКСы, пусть это будет коммуникативный планшет, пусть это будет какое-либо другое устройство, чтобы ребенок смог нам сказать хотя бы о своих биологических потребностях, о том, что он очень хочет или чего он не хочет. Также важным формам поведения мы в рамках ЭБА-терапии, для того, чтобы помочь ребенку формировать адаптивное поведение, нужное поведение, поведение, которое поможет ему быть более успешным в нашем социуме, в нашем обществе. Мы будем использовать различные стратегии, и когда они входят в жизнь семьи, когда они становятся одним из элементов жизни, мы видим, как существенно улучшается качество жизни семьи, становится предсказуемой митрина, и как уменьшается нежелательное поведение. К социально значимым формам поведения, с которыми необходимо работать, и для работы с которыми необходимо участие семьи, без семьи, без их поддержки, без сопровождения, очень тяжело над этим работать. Это поведение ребенка во время отдыха, учебы, умение занять себя самого, то есть формированность навыков досуга, навыков самозанятости, чтобы ребенок не был дома, предоставлен сам себе, занимаясь какой-то непродуктивной деятельностью, стимулятивной деятельностью, необходимо над этим работать. И, безусловно, сформировать начальные какие-то навыки досуговой игровой деятельности. Можно в условиях терапии, но дальнейшая работа – это все-таки работа семьи. И навыки самообслуживания, научить одевать штанишки, трусишки и кутболочку, на занятиях можно, однако, если дома будут продолжать одевать ребенка родители, то навык не будет сформирован. Умение обслуживать себя самостоятельно – это один из значимых навыков, навык, которым мы владеем с вами все, и не знаем с помощью другого человека. Именно к этому мы должны также стремиться со своими детьми. И различные повседневные формы поведения – это поведение в общественном транспорте, поведение в магазине, у врача и в разных других социальных ситуациях, в которые мы с вами попадаем. Мы все можем ходить в кафе, в кино, и наших детей тоже можно научить этому и продолжить тот образ жизни, который был доступен нам, и который доставляет нам удовольствие, не ограничивая его. И когда мы говорим о включении, вообще оба и ВИА-терапии в целом, и о включении в семью, в терапию, то мы прежде всего будем рассматривать социальное поведение, поведение, которое поможет семье сохранить свободу передвижения, путешествовать и не бояться, что ребенок как-то не таким образом будет себя вести или не умеет в принципе себя вести. И когда мы с вами говорим об успешности ВИА-программы, абсолютно любой, важно оценить начальные навыки ребенка, с которыми мы будем взаимодействовать в дальнейшем, и уже на уровне этой оценки можно сделать так, что у вас произойдет включение родителей в этот процесс, хотя вы еще не начали по факту вмешательства. Таким образом, наши родители заполняют все возможные опросники, анкеты. Конечно же, мы с каждым говорим в формате собеседования, с каждым сленом семьи вместе, отдельно, это в зависимости уже от того, какие у них возможности. На этих собеседованиях мы будем вместе определять цели вмешательства, мы выслушаем родителей, узнаем, что же они хотят, как они видят вообще эту работу. Возможно, они в принципе не знают, как строится эта работа. И очень важно донести правильную информацию о том, как будут проходить занятия, как будет проходить тестирование. Вместе мы будем обсуждать дальнейшие стратегии нашей работы. И в рамках уже первой беседы мы подводим родителей к тому, что есть определенные виды навыков, которые мы никак не сможем сформировать без их участия. Например, это пищевой тренинг. Ребенок чаще всего находится дома, большую часть времени он проводит со своей семьей. Нам, как специалистам, организовать приезд 3-4 раза в день, это очень сложно. Это очень большие ресурсы, которые необходимо затратить. Особенно, если мы берем инструктора, которому необходимо будет 3-4 раза вернуться, снова поехать. Это невозможно. Поэтому здесь на помощь нам приходит семья. И мы всячески будем помогать родителям. Мы будем включены в этот процесс ровно так же, как они. Просто, возможно, это будет на дистанционном уровне, это будут видеоролики. Сейчас настолько современный мир, что очень много всего можно придумать, чтобы быть с родителями вот сейчас в онлайне, да, и вместе с ними проводить этот тренинг, но не сидя рядом с ними на стуле. Со своей же стороны мы проводим тесты оценочные, да, используя разные инструменты, это ли Бимап, или Эбос, или какие-либо другие инструменты. Если мы говорим о включении семьи, то даже в условиях тестирования ребенка семья нам может очень сильно помочь, потому что в этих тестированиях часто есть пункты, например, сколько раз ребенок потянул за руку, сколько раз он улыбнулся, увидев маму, или папу, или знакомого человека, сколько раз он посмотрел в глаза знакомому человеку, или, например, как он раздевается, или одевается. Мы все это можем узнать только благодаря родителям. Да, где-то они будут просто писать галочки, где-то они будут наговаривать нам в WhatsApp, где-то они снимут нам кино. Мы примем абсолютно любую обратную связь от них, главное, чтобы им было комфортно. И это уже будут первые шажочки нашего с ними сотрудничества и взаимодействия. Именно уже на этом этапе мы будем объединяться в одну команду. И именно с помощью этого всего мы уже будем показывать семье о том, насколько значима их поддержка и участие в вмешательстве относительно их ребенку. Я хочу добавить немножечко про предварительную оценку навыков. Давайте представим себе, что сейчас у нас среди слушателей есть как специалисты, так и родители. И те, кто включен в какой-либо сервис, в денежеской терапии или какой-то иной, знают, что, как это все начинается, встречаются два совершенно незнакомых человека, есть маленький человек, которому нужна помощь, и вот этим двум незнакомым людям нужно договориться о том, что они все будут делать. И как раз-таки предварительная оценка навыков, она помогает нам познакомиться, помогает нам договориться. И проведение тестирования, проведение собеседования, наблюдение за поведением, наблюдение за поведением ребенка, вот, это вопросы, которые мы задаем родителям, вопросы, которые родители задают нам, это все нам помогает познакомиться. Дальше мы уже начнем работу, Начинать работу с людьми, с которыми мы знакомы, которые улыбались, играли с нашим ребенком, гораздо приятнее, чем начинать работу с людьми, которых мы не знаем. Поэтому это один из таких важных этапов, и он помогает определить как цели вмешательства нашего, так и всю нашу работу дальнейшую. И согласовать вместе с семьей, что мы будем делать, как мы будем делать, как будет выстраиваться процесс, и насколько семья включится в этот процесс. Это все происходит вот на этом этапе, на этапе первичного знакомства. Скажите, пожалуйста, сейчас тоже не слышно совсем? Вообще, мне все хорошо слышно. Мне кажется, что это не у всех так. Потому что у меня очень громко. Слышно. Итак, мы сейчас немножечко разбираем по пунктам то, что было на нашем втором слайде, и более подробно рассказываем об этом, обо всем. И одним из важных компонентов участия семьи в ИБИ-программе является тот компонент, что в таком при участии семьи нам доступно поддержание освоенных навыков в домашних условиях. Помните, в самом начале работы я вам говорила накладывать картинку на картинку или сортировать предметы по цветам? Куда же нам это деть? А вот мы туда и денем. Мы перенесем этот навык в натуральную среду. Мы перенесем этот навык в естественные условия. Когда мама скажет ребенку, одень носочки, он будет искать второй парный носочек к тому, который ему дала мама. Он будет помогать маме по хозяйству сортировать ложки вилки, раскладывать на вилочки чашечки. Практически любой навык можно перенести в естественные условия и поддерживать его в естественных условиях до тех пор, пока он не станет устойчивым. Мы можем научить ребенка перекладывать ложечкой песок или вылавливать шарики из воды, чтобы сформировать позу руки для удержания ложки. А уже дома его будут учить кушать этой ложкой и зачерпывать еду. Переносим навык из одной среды в другую, поддерживаем его, и он становится устойчивым. Входит в репертуар ребенка. Навык вошел в репертуар, значит навык сформирован. Вот такая интересная, хитривая картинка, которая, конечно же, никак не относится к нашей теме, но в целом очень хорошо отображает, что же такое интенсивность. Нас услышат гораздо лучше, если мы закричим, и если мы, скажем, тише, нас могут услышать далеко не все. Людям не видно слайдов, но... Все, это не к нам, понятно. Все, идем дальше. Так, мы с вами очень хорошо умеем распознавать социальные сигналы, да, где мы знаем, где можно кричать, где кричать нельзя, где нужно говорить тише, где нужно говорить громче. И, да, возможно, в кабинете нашего руководителя мы не будем так сильно возмущаться, как мы будем возмущаться, когда мы будем находиться в кругу знакомых нам людей, которые более близкие, которые могут нас поддержать, понять. Подожди, о чем же на самом деле? У всех нет слайдов. Что мы можем сделать? Как мы можем помочь организатору, чтобы слайды появились? Есть, вот, у людей есть слайды. Это зависит от устройства. И о чем же мы на самом деле с вами говорим, если мы рассматриваем именно интенсивность? О чем же мы на самом деле говорим сейчас, говорим об интенсивности? Мы говорим о том, что чем интенсивнее проводятся занятия, чем больше количество проб будет для каждого упражнения, тем быстрее сформируется тот или иной навык, тем быстрее будет развиваться ребенок. Конечно же, не все семьи имеют возможность получать терапию на ежедневной основе по 2-3 часа в день именно со специалистом. И в силу различных обстоятельств, да, семьи могут позволить себе только 4 часа в неделю или 6 часов в неделю. И здесь это не значит, что с этим ребенком не нужно работать. Это не значит, что эта программа будет неуспешной. Это значит, что нужно особое внимание уделить на включение таких семей в работу. И это будет приоритетная задача для специалистов. Это будет приоритетная задача для куратора, для инструктора. Приглашать на занятия, чаще общаться, чаще разъяснять в конце занятия, давать какую-то обратную связь, да, что ой, сегодня он очень хорошо там сложил пирамидку. И вы знаете, если у вас дома пирамидка, если вы не знаете, да, что с ней делать, давайте вы придете на последние 10 минут к нам, и мы вам покажем. Да, это при условии, если родитель сам не стремится прийти на занятия к нам. Идеальная, конечно, картина, когда родитель говорит, я хочу, пожалуйста, можно я приду, и мы никогда не будем препятствовать. Конечно же, вы можете сесть рядом, и вы попробуйте также вместе с нами позаниматься с ребенком. Вы сначала посмотрите, потом попробуйте, и инструктор вам все расскажет и покажет. Итак, про участие родителей. Почему это важно, и почему на самом деле окажешься таким сложным процесс включения мамы, папы, бабушки, дедушки в обучение ребенка не является на самом деле настолько сложным. Все зависит от того, как его начать, и как проводить, как включать ребенка. Мы с вами знаем, что ребенок, у нас дети с особенностями развития отключаются в абсолютно разные социальные ситуации. Они включаются в инклюзивное образование в школах и в детских садах. Все это происходит постепенно, частично, никто не просит ребенка, будет сразу зарядку делать в садике и в утренниках участвовать. То же самое и здесь. Не надо просить от семьи и ждать от того, что будет все и сразу, что все согласятся два часа в день заниматься за столом, потом два часа в день играть в игрушечки, заниматься спортом. Все постепенно будет, но будет. И почему мы говорим о включенности родителей как необходимом компоненте программы? Ну, во-первых, кроме мамы и папы, никто ребенка лучше не знает. Они живут с ним 24 часа в сутки, они его кормят, одевают, обувают, купают и знают его лучше, чем все остальные. Большая часть родителей имеет уже установленный руководящий контроль и сотрудничество. То есть дети готовы с ними играть, готовы с ними выполнять какие-то простые, легкие задания. Да, может быть, дети не готовы учиться, не готовы видеть маму как учителя пока, но сотрудничество и взаимодействие между ребенком и родителем, оно уже есть, оно уже сформировано. И не нужно малышу знакомиться с новой тетей, которую он не знает и которая ему не знакома, которой непонятно, что ждать в следующую секунду. Не нужно тратить на это время, ведь при начале ЭБИ-программы в центре, в любом центре или когда приходит на данный специалист, время на сотрудничество и руководящий контроль, это берет время и оно может быть различным для разных детей. То есть оно может достигать и месяца. И, конечно же, наши родители это самые осведомленные люди о том, что нравится ребенку, а что не нравится. И если, может быть, нам не дадут на занятия попользоваться планшетиком, чтобы поощрять ребенка, то дома, скорее всего, планшет ему дадут, потому что ему дают его просто так. И родитель знает лучше всех, что нравится ребенку. Более того, домашняя среда наиболее комфортна для ребенка и содержит как раз-таки все эти стимулы, которые нравятся ребенку и которые иногда бывает тяжело воссоздать в условиях проведения занятий в центре, например. Ребенок у нас с самого начала, с самого своего рождения находится рядом с родителями. Он их знает лучше и привык к ним лучше, чем кому-либо. И включение родителей в процесс, вот этот страх того, что он не будет меня слушаться, у нас ничего не получится, он, конечно же, присутствует, но он не всегда обоснован. Сейчас мы будем говорить с вами о сложностях. Так, к сожалению, вышло, что наши сегодняшние условия жизни, которые никак невозможно было предугадать, и это обстоятельства, которые уж точно никак не зависели от нас с вами, мы все вынуждены находиться дома в режиме самоизоляции. Вследствие чего многие семьи с детьми с особыми потребностями были вынуждены в одночасье, без какой-либо моральной, эмоциональной, физической подготовки, остаться со своим ребенком один на один, отрезанной от своей части команды, которая была с ними ранее. И родителям пришлось резко и, возможно, без всякой подготовки включиться в этот образовательный процесс своего ребенка. Конечно, это сделали не все, и мы прекрасно понимаем каждого, потому что это, правда, сложно. Это стрессовая ситуация, когда вот он был наш налаженный режим, распорядок дня, у ребенка и у нас была своя рутина, дневное расписание, но теперь мы остались дома и нужно учиться самостоятельно. Это сложно. И даже если мы не будем брать во внимание сегодняшнюю обстановку, мы хотим сказать, что при любых обстоятельствах включение родителей – это сложный процесс. И это не будет так, что, ой, и все. Это все займет достаточно большое количество времени. Почему же появляются какие-либо сложности? Эф-тресс – самое частое, что у каждого из нас возникает при смене каких-то условий, обстановки. Эф-тресс, тресс семьи. И отдельно каждого члена этой семьи является причиной отсутствия включения родителя в программу своего ребенка. Родитель, который занимается своим ребенком, испытывает очень большой уровень стресса, в отличие от инструктора. Почему? Потому что кажется, что он еще немножко и покажет. Но почему же он сейчас не показывает? А сейчас, а вот сейчас, и еще сейчас 10-15 блоков, и он сейчас точно покажет. А ребенок вместо этого, например, показывает какое-либо проблемное поведение, потому что вот мы уже полчаса сидим над одним упражнением. И у ребенка не получается только потому, что он просто сейчас учится. Родитель воспринимает это как свою личную неуспешность, что это у него не получается научить своего ребенка. Это все, потому что родителю сложно понять, что процесс обучения – это не так, что вот сейчас я ему сказала, и он тут же показал, и в принципе все, вот оно и научилось. Бывает такое, что требуется очень-очень много проб, чтобы ребенок сдвинулся, например, с одного уровня подсказки на другой уровень подсказки. Если мы говорим, например, про нежелательное поведение, очень сложно родителям следовать рекомендациям, которые пишем мы, кураторы, да, которые написаны в книжках. И они не всегда могут справиться с этим проблемным поведением. Если мы читаем о руководящем контроле, очень красивые книжки, красивые термины, красивый текст. Но это все настолько обширно и объемно, что не всегда это возможно применить вот именно сейчас к своему ребенку. Важно очень разъяснить родителю детально каждое выражение, каждый термин простыми словами. Возможно, даже проиграть с родителями эту ситуацию. И, например, если написано в программе «обедните среду» и там дальнейшие какие-то там умные словечки, можно это упростить, сказать «просто уберите игрушки». И не факт, что это тоже поможет, и, возможно, вам покажется, что это просто элементарно. Не всегда то, что просто элементарно для нас, элементарно не просто для других людей. В принципе, в жизни так часто бывает. Поэтому вам, возможно, придется найти картинки даже, где красивые стоят полочки с ящичками. Все это убрано, да, и сказать «вот примерно так нужно организовать среду», дать модель, как это должно выглядеть. Одним из вторых пунктов, который вызывает сложности, это отсутствие поддержки со стороны близких. К сожалению, нам приходится сталкиваться с ситуациями, когда один из родителей, например, мама, она готова включиться в образовательный процесс, она готова заниматься своим ребенком, даже очень много готова. Но другие члены семьи могут говорить «ой, вы знаете, ты знаешь, все это ерунда, потому что вот Петя из третьего подъезда, он в пять лет начал это делать, а вот Маша из пятого дома начала, например, говорить в шесть лет, и все прекрасно, учится в обычной школе, нет никаких проблем». Бывают ситуации еще хуже, когда члены семьи отгораживаются от ребенка и не принимают его в принципе. Говорят, ой, какой-то он странный, да вообще это не про нас, нам такое не могло случиться. И они оставляют, например, маму без какой-либо поддержки с этим ребенком, живут своей жизнью, например, на одной площади, но живут абсолютно разными жизнями. К сожалению, это наша действительность, и с которой тоже необходимо работать. Конечно же, мы как поведенческие аналитики, это не наша компетенция, поэтому мы тут можем только посоветовать различные службы психологической поддержки, какую-то литературу. Но это важно, потому что все-таки отсутствие поддержки – это еще один стресс, и достаточно большой. Социально-экономический статус семьи, когда у нас есть условия непостоянности, нестабильности финансовой, и это стресс как для родителей, так и для нас, в принципе, всех людей. Когда родители особенно понимают, что у него нет финансовых возможностей давать платные занятия или давать столько платных занятий, сколько бы он хотел. Или он хочет возить его в один центр, но он находится на другом конце Москвы, и нет возможности, нет какой-то транспортной доступности, чтобы сделать это быстро. И, конечно же, мы понимаем, что реалью, когда ребенок находится, например, почти целый день в саду, потому что родителям приходится очень-очень много работать, чтобы обеспечить ему коррекционную какую-либо помощь. Когда они приходят домой, родителям нужно сделать очень много домашних дел, еда, стирка, глажка, готовка, подготовка к следующему дню. Конечно же, энергии и ресурсов, чтобы заниматься со своим ребенком, уже нет. И это преграда достаточно большая к тому, чтобы уделять время на занятия со своим ребенком. Но можем ли мы с вами попросить родителя заниматься с ребенком всего лишь 10 минут? 10 минут в день. Мы считаем, что это вполне реально. В любом случае, можно найти какой-либо элемент жизни семьи, куда можно включить это обучение. У нас у всех есть определенная рутина. Мы все с вами встаем, умываемся, мы купаемся. И, например, когда мы купаем ребенка, мы можем научить его вытираться полотенцем самостоятельно. И это тоже будет его новый навык. Это уже маленький шажочек к его успешности. И так происходит, что нужно использовать любой момент, любой момент в жизни этой семьи. А для этого нужно очень много разговаривать. Нужно знать, как живет эта семья. Еще одна сложность – давление среды. Это про то, о чем мы уже с вами говорили, когда мама говорит, что нам нужна биотерапия, и она эффективна, и она прочитала, и она все узнала. А другой член семьи говорит, а нет, это дрессировка, это конфеты в рот, или вообще наш ребенок не собака. И таким образом оказывает давление на маму, и мама не знает, что делать. Потому что идти против семьи она не может. Но и самостоятельно решить самостоятельно, если это семья, и они все решения принимают вместе, самостоятельно решить, что я буду, например, водить своего ребенка в этот центр, она тоже не может. И происходит, что мама просто не знает, что делать, и этот вопрос откладывается, откладывается, откладывается. И это все влияет на успешность домашней работы. Еще одна проблема – это когда, например, есть какие-то иные вмешательства, например, к дельфинам ездят, дельфинотерапия, и они прочитали, что нужно съездить 25 раз, и тогда будет счастье, и при этом больше не нужно никуда ходить. И родители исполняют указания специалистов, потому что так порекомендовали действительно, и если бы они порекомендовали что-то другое, они бы делали что-то другое. Это тоже создает проблему. По культуру, есть семьи с разным уставом внутри семьи, у которых разные правила, например, только мама должна заниматься уходом и обучением, либо только няня, либо только бабушка. У всех семей есть разные каноны, устои и правила, и здесь нужно очень аккуратно простраивать всю эту работу. Если мы вернемся к конкурирующим вмешательствам, здесь мы хотим сказать о том, что если ваш ребенок будет заниматься всем и вся, по чуть-чуть, там чуть-чуть, и там чуть-чуть, и вон там чуть-чуть, не будет цепочка, все звенья цепочки на своем месте цепочки не получатся, потому что один делает одно, другой делает другое, третий делает третье. Единственное, нет, нет команды. Почему мы говорим о том, что АБА и БИА-терапия работает, потому что все последовательно. Конечно же, чем будет больше часов, тем будет лучше, быстрее успешность у ребенка. В АБА-терапии мы постоянно меняем программу, мы постоянно изменяем процедуры, мы делаем постоянный мониторинг. Мы не говорим о том, что не нужно заниматься еще где-то. Мы говорим о том, что нужно направлять, сфокусировать свое внимание на чем-то одном очень сильно. И если вам говорят о том, что, ну, если специалисты говорят о том, что вот сейчас, да, мы считаем, что нужно, там, столько-то часов уделять на формирование этого навыка, то лучше будет, если вы сфокусируетесь именно на этом, а уже, кроме этого, выходя за рамки, там, да, этого, обучения в этой области, конечно же, вы можете ходить и на какие-то дополнительные занятия, на кружки. И это не запрещается. Мы не говорим о том, что там делать не нужно. И сейчас мы посмотрим кино. Кино про мальчика Сережу. Прежде чем мы начнем смотреть ролик, я немножко и отвечу на вопросы, которые возникли у слушателей. И касательно аудитории, для которой подготовлен доклад. Это специалисты и родители, которые узнают сегодня чуть-чуть больше о том, что родитель, во-первых, может быть участником проекта, участником программы, что он не является изолированным звеном, что он может присутствовать на занятиях своего ребенка, получать консультации специалистов по всем тем упражнениям, которые ведутся. Это касается не только прикладного анализа поведения, но, наверное, и любых других дисциплин, любых других коррекционных мероприятий, занятий, в которые включается ребенок. Для специалистов это возможность узнать о том, с какими сложностями мы сталкиваемся, когда организуем ABA-команду. Возможность узнать, что можно сделать для того, чтобы привлечь родителей, сделать помощь ребенку более эффективной, более качественной и более понятной для всех участников проекта, для всех участников команды. Мы сейчас покажем кино. с мальчиком, родители которого никогда до этого не были включены в программу. Они не занимались со своим ребенком. Но изменения, которые произошли сейчас в мире, привели к тому, что необходимо заниматься. И нам удалось достаточно за короткий промежуток времени включить родителя в программу с минимальным стрессом для родителей и продолжать работу с ребенком. И продолжать работу с ребенком дома. Давайте посмотрим. Так, сейчас. Слушай, делай как я. Делай как я. Делай как я. Ирина, ручки, положи, 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 ручки, ручки, делай Ну, примерно вот так это происходит И мама занимается с ребенком и все получается неплохо, дистанционно ее сопровождает специалист Когда включение семьи в занятия происходит в рамках центра или в рамках проведения занятий со специалистом в режиме, в бочном режиме Вот, это все немножечко упрощает процесс, потому что мы можем оказать подсказку, мы можем смоделировать ситуацию Мы можем показать, как и что нужно делать руками, и тогда быстрее происходит процесс научения родителей Итак, Сеня, следующий слайд можно Касательно конкурирующих вмешательств формата игровой терапии, медикаментозной терапии Мы имеем в виду, что не всегда мы информированы о том, что, допустим, ребенок получает какую-то поддержку, которая медикаментозную в частности Которая оказывает влияние на его поведение И не всегда можно понять, почему ребенок вдруг в какой-то момент начал вести себя хуже То же самое касается гомеопатических препаратов, биомет-лечения Вот, не всегда, нет доказанной эффективности, да, у биомет-лечения, например Тот видеоролик, который мы видели сейчас, это мама ведет сессию со своим ребенком И делает эту сессию второй раз в жизни своей Она никогда не занималась, и мы думаем, что через месяц, через два Ее навыки как инструктора для своего ребенка станут гораздо лучше Итак, с какими сложностями мы сталкиваются родители, когда начинают включаться в образовательный процесс Ну, самое первое и основное Я не учитель для своего ребенка, я мама Вот, и это очень часто многие так говорят Да, действительно, мама это мама, но она может быть и учителем своего ребенка Не обязательно ведение структурированных сессий за столом Не обязательно проведение обучающих блоков с соблюдением процедур Которые знают только специалисты, которые учились этому и продолжают обучаться Но мама может научить своего ребенка и может научить его многому И поэтому с самого начала нам важно объяснить родителям, объяснить маме или папе тем, кто будет включен в образовательный процесс Что они будут важной и неотъемлемой частью этого обучающего процесса Важно показать им, как и каким образом и в какой степени они могут быть включены Что им нужно сделать и как делать правильно Сложности есть в том, что не всегда родители обладают верным представлением о том, что сейчас происходит Почему сейчас можно подойти и обнять ребенка, сейчас нельзя, когда дается поощрение, когда не дается поощрение И родители могут иметь неправильные представления о поведенческих вмешательствах Например, такие, что работа строится исключительно на процедурах наказания Или что ЭБИ-терапия – это работа за конфету И социальное подкрепление не имеет никакой роли для нас в нашей работе Объяснение процесса вмешательства, объяснение того, что мы делаем Комментирование своих действий Пояснение после того, как мы проведем сессию Оно помогает нам, специалистам, и помогает родителям понять, что происходит И какой будет следующий шаг И какую цель, в общем, мы преследуем К конечным моментам для... Нет Поехали дальше Пути помощи специалисты Что мы должны сказать, в первую очередь, когда мы говорим об организации нашей команды В первую очередь, мы говорим о том, что специалист должен подстроиться под ритм жизни семьи И нет никакого критерия, сколько мама или папа, или они все вместе должны заниматься своим ребенком 20 часов в день, 10 минут, 1 минуту, 24 на 7 заниматься, заниматься, заниматься Нет таких цифр, нет таких критериев Ритм самой семьи подскажет нам, сколько, как и в каких задачах семья сможет включиться в работу Нельзя навалить на семью И программу коллекционную, и туалетный тренинг, и пищевой тренинг, и формирование адаптивного социального поведения, и игровые навыки На очень будет, скорее всего, низкий результат Он будет, конечно же, но он не будет столь успешно, сколько если мы выберем какую-то одну область И будем учить семью работать дома в рамках этой области Конечно же, если мы скажем, вы готовы вот это все взять? Да, родители могут сказать, да, конечно, я готов, это так, все интересно, здорово, прекрасно Попробуют на следующий день это реализовать Это будет очень сложно Скорее всего, родитель сам не поймет, что вообще произошло с ним за этот день И вряд ли захочет повторить это снова Поэтому очень важной частью работы является именно общение, объяснение задач, которые ставятся перед ними И, конечно же, это всего одна задача Сейчас мы начали работать с нашими семьями дистанционно В силу обстоятельств, которые сложились в нашей стране И мы видим, что 2-3 упражнения достаточно для семьи Не нужно больше упражнений Для семьи, которая не подготовлена, которая понятия не имела, как проходит процесс обучения Мы выбираем приоритетную область, что именно мы будем учить Учить мы будем слова или мы будем сейчас туалетный тренинг делать Мы все это согласуем с семьей Мы выбираем правильную задачу и постепенно включаем сначала одно А потом уже другое, когда мы достигли по-первыхому наш критерий успешности Который мы с вами запланировали Хочется отметить, что это и есть тезис «Мы команда» Команда – это те, кто хотят помочь, помогают Кто сядет и тихонечко где-то там запишет видео для родителей Который написал нам только что Вы знаете, я сел заниматься с ребенком И я не знаю, как обучить его сортировать эти ложки, вилки и тарелки У нас у всех есть смартфоны, которые мы поставим перед собой Мы возьмем там эти ручечки, возьмем вилочки, положим перед собой И снимем маленький-маленький обучающий видеоролик Где мы будем давать свои комментарии о том, что Ой, смотрите, вы дали ему предмет Нужно обязательно дать здесь подсказку Подсказка такая-то Обратите внимание, чтобы ваш ребенок посмотрел, куда он кладет этот предмет Вы потратите на это, как специалист, 5 минут Родитель потратит на то, чтобы посмотреть это видео, тоже 5 минут Это все не отнимет у вас очень много времени И если сейчас родителю сложно выбрать какую-то приоритетную для него область или задачу Дайте мне выбор На чем вы бы хотели сейчас работать Может быть, это зрительный Будем учить формировать зрительный контакт А может быть, это будет какое-то определенное упражнение Не нужно давать такой выбор, что вот вам программа Вы, пожалуйста, там почитайте, определитесь, потом нам скажите Родитель ее, конечно, прочитает Но он даже не знает, что же ему выбрать из ваших 20 упражнений Это заведет его в тупик Если мы говорим о сложном просто То поддержка, например, и наше настойчивое участие Это две разные вещи Поддержка – это когда мы одно упражнение Мы называем это протокол Как мы это учим в нашем, например, центре Упрощаем для родителей Пишем его максимально простыми словами Мы присылаем видеоролики Присылаем, например, занятия, которые у нас уже есть Или снимаем вот так вот тихонечко дома, аккуратно Тренируясь, показывая это на себе Или, например, своих близких Можно подключиться к этому Мне нужно 5 минут вашего времени И назойливость Назойливость не очень хорошо Почему? Потому что если вы будете каждый день писать А как сейчас? А как сегодня? А вы начали? А где вы сейчас? На каком вы этапе? А если родитель не начал по каким-то причинам То, скорее всего, он будет избегать общения с вами Он будет чувствовать себя неспешно Так делать не нужно Все ваши термины должны быть очень просты То есть вы не должны использовать терминологию, как в книжках Мы не роботы и не все нас понимают И даже иногда, когда мы общаемся просто с другими специалистами Очень сложно прям сходу понять какой-то термин Старайтесь свою речь с родителями максимально адаптировать на обычный язык Окей, итак Почему у нас Какие у нас есть пути для решения сложности? То, что уже сказала Ксения Значит, первая сложность, которую нужно решить Это когда семья не понимает Или не согласна с тем, что мы будем делать Это касается как самих целей По развитию академических навыков Так и, например, задач, которые связаны с коррекцией нежелательного поведения у ребенка Если у нас нет четкой согласованности, четкого понимания и согласия семьи То мы достигнем меньшей эффективности Одной из сложностей является В принципе, встреча со специалистом может быть стрессовой для родителей И они могут стараться избегать этого К сожалению, я думаю, что многие сталкивались с этим Что ребенка привели на занятия А далее родители не включаются в процесс Ну, потому что для него это тревожно Да? Вот И тут важно найти Зону понимания с родителем Да? Может быть, это будут вообще изначально разговоры на Отстраненные темы И потом впоследствии включить родителя в команду И сталкиваемся с такой проблемой Как отрицание наличия нежелательного поведения дома На занятиях со специалистом Ребенок плохо себя ведет Поведение может быть достаточно серьезным В плане проблематичности Например, он может кидать меты в другого человека Пусать или драться Вот А когда начинаем разговаривать с семьей Есть ли такое дома? Нет, этого нет И это тоже является преградой Для построения командной работы И это разговоры, разговоры и включения родителей И следующий слайд, Псения У нас сейчас будет маленькое кино Мы посмотрим одно Потому что у нас очень мало времени Это кто? Про Леша Надо немножечко рассказать про него Потому что как раз люди спрашивали Про нежелательное поведение Был вопрос про нежелательное поведение у детей Возможно ли работа Ну, во-первых, возможно ли работа В принципе на дистанционном формате Да, она возможна И те дети, которые у нас были В планах коррекции до режима самоизоляции Мы продолжаем Мы продолжаем вести планы коррекции Планы коррекции с семьей Более того, мы столкнулись с тем Что поведение детей В режиме, когда сбита привычная рутина Когда невозможно выйти погулять на улицу И отойти далеко от дома Вот, поведение детей стало ухудшаться И мы держим это все на контроле И помогаем семье Встречаясь с ними ежедневно Проводя мониторник Прямо напрямую Взаимодействуя с семьей С ребенком В посредине онлайн-связи Вот, и сейчас будет Молодой человек на видео По которому ведется И продолжается ведение Планов коррекционных мероприятий И родители были включены в процесс Это произошло не сразу Нам потребовалось время для того Чтобы достичь нужных договоренностей И определения того сегмента На который готов включиться родитель Сколько времени он готов этому уделить И давайте посмотрим Нам кажется, что команда родителей Прекрасно начала справляться И справляется сейчас еще лучше На видео будет бабушка Член команды С которым очень долго мы работали Отдельно, да Чтобы прийти к тому Чтобы действительно все Включились и она в том числе Время в работу Вот, я немножко Тут, наверное, С ней, да, нужно Видео Задача семьи В данном случае В данном плане коррекции Была в том, чтобы давать ребенку Минимально простые требования Но каждое какое-то время И контролировать Выполнение этих требований И была сложность тем, что Одна часть семьи Мама готова была включиться в процесс Другая часть семьи Не готова была к этому Потому что возможно, что требования были выше Чем те, которые они готовы были выполнить И когда мы начали разбирать более подробно С каждым членом нашей команды А что он может сделать А что он готов А сколько раз он готов Мы пришли к взаимопониманию И бабушка молодого человека Она выбрала для себя Задание, согласованное с нами И включилась в образовательный процесс И сейчас продолжает работать с ребенком Сейчас уже, конечно же, другой уровень И более сложные задачи стоят перед ребенком И желательное поведение снизилось Это не единственная коррекционная часть Которую мы применяли В коррекционном желательном поведении Там было много всего Но это то, что мы можем показать Сейчас мы уже очень быстро будем пытаться Вам рассказать Потому что мы уже, в принципе, об этом во всем говорили И почему, да, участие родителям необходимо Потому что маме требуется, да, меньше всего времени На то, чтобы установить с ним контакт Более, около 80% Да, что случаев, что, в принципе, мама находится С ребенком достаточно в тесном контакте Мама – это ему уже знакомый человек Это не человек, который пришел с улицы Он родной и близкий Это человек, который его обнимает и целует И не нужно тратить, да, дополнительное время Чтобы установить с ним сотрудничество Минимальная проблема, да, переноса навыков Это мы говорим о том, что дома достаточно просто Обучать генерализацию какого-либо навыка Которую мы уже научили ребенка, например, на занятиях Мы говорим, о, вы знаете, мы научили ребенка Там сортировать по парам, да, 8 разных стимулов И мы говорим, можете ли вы это проверить дома Это достаточно просто Это не требует каких-то затрат Не финансовых, в принципе, даже каких-то ресурсных Потому что вы, например, помойте посуду А дайте ему, вы же кладете, скорее всего, ложки-вилки В специальную подложку Пусть он рассортирует Если он это сделает, это будет очень круто Да, и мы, конечно же, если они даже попытались это сделать Пусть это будет не так, как мы, например, себе это представляли Но мы хвалим, мы говорим о том, что это здорово Ну, а потом уже даем обратную связь Что, ой, давайте попробуем вот здесь вот так, вот так, вот так Родители почувствуют свой успех Но все, когда нас хвалят, когда мы чувствуем свой успех Мы хотим продолжать Мы говорим, о, у меня все получилось Я буду, буду, буду делать еще снова и снова Очень много возможностей для тренировки В магазине, на улице, дома, да Но если есть какие-то сложности с магазинами с улицы Да, вы всегда находитесь дома Вы на дачу уезжаете У вас гораздо больше на это времени И гораздо больше пространства Это же здорово, когда какой-то навык Переносится в натуральную среду Мы к этому всегда идем И в этом нам могут помочь родители Итак, для специалистов Что мы можем сделать для того, чтобы включить родителей в процесс И как это можно сделать Во-первых, приглашаем их на занятия Не забываем приглашать родителей на занятия Не бывает причин отказать родителю в том, чтобы он посетил урок И посмотрел, чем, как занимаются с его ребенком Объясняем свои действия понятным простым языком Не используем терминологию Отвечаем на вопросы родителей Потому что у родителей много вопросов Иногда они боятся их задать И нужно научиться отвечать на вопросы Чтобы нас поняли И мы поняли о том, чем спрашивает родитель Чтобы достигнуть договоренности Обязательно информируем о том О содержании программы О тех целях, которые мы ставим И каким образом мы будем достигать этих целей Высылаем видеоролики То есть мы рекомендуем иметь обратную связь С родителями в формате видеоотчетов Письменных отчетов Включаем постепенно родителей в занятия В рамках кабинета В рамках того места, в котором занимаетесь вы Которое привычно сейчас является для вас Где у вас установлен руководящий контроль с ребенком И достигнута успешность в упражнении И просим о выполнении дома Изначально, как включить Вот самый-самый первый этап Просим о выполнении дома Самых-самых простых заданий И постоянно бываем на связи с родителями Постоянно контактируем с ними И тоже очень быстро У нас осталось очень мало времени Это по поводу того, как же начать Во-первых, не нужно на себя давить Это не тот план, который мы выстроили По отношению к своему ребенку Это просто есть И просто нужно найти время и подготовиться Подготовиться прежде всего морально, эмоционально Делать то, что вы можете Не нужно пытаться охватить все и вся Если вы можете только давать Своему ребенку инструкцию раз в 15 минут То сделайте это Начинайте с малого И достигнете большего успеха Не нужно ставить слишком высокий критерий Потому что, когда вы ставите слишком высокий критерий И не добиваетесь успешности Вы испытываете стресс И чаще всего руки опускаются И не хочется продолжать Завтра вы уже вряд ли захотите это сделать Ваш специалист вам поможет В организации обучения Даже в рамках этих 15 минут Поговорите с ним Дайте ему свой запрос Если он не предоставил его вам И ваши результаты всегда будут разные Сегодня это будет 50 Завтра это будет 20 А потом это будет 60 А потом, ого, 80, 90 и 100 Не важно, какие проценты Важно, что вы начали это делать И вы уже это сделали По поводу силы Ресурсов Это все на время Время, которое мы тратим на материалы Но вы можете вернуться И дома вы найдете все Когда мы говорим Что там нужны Пишем в обучающем протоколе Что нужны такие-то карточки И у вас этого, конечно же, скорее всего Не будет дома Это не значит, что это не нужно делать Тут вам поможет ваш специалист Который подскажет Что вы можете взять Из своего дома Что можно изменить Какие другие стимулы Мы можем взять в работу Нужно помнить, что Лучшее обучение Это обучение в натуральной среде Рутина Это ваша помощь Помощь в пространстве Вы чистите зубы Своему ребенку каждый день И эта чистка зубов Может перейти в формат обучения И если вы будете каждый день А если мы чистим два раза в день Да, мы будем делать каждый день Одно и то же Скорее всего, мы достигнем Большего успеха И гораздо быстрее И, конечно же, обращайтесь К вашим специалистам Общайтесь Берите их опыт Пусть они вам помогают Будьте постоянно в контакте Со своим специалистом Или не со своим А с любым другим Сейчас в ситуации Которая сложилась Практически все специалисты Готовы бесплатно Абсолютно оказывать Свою поддержку И свою помощь И это есть абсолютно везде Просто нужно это найти Найти своего специалиста И обратиться к нему Вот, и, конечно же, в работе С нежелательным поведением Участие родителей Это необходимость Без участия родителей Мы не достигнем Высоких результатов Поскольку, да, у нас Заканчивается время Вот Мы благодарим всех слушателей Спасибо вам огромное Берегите себя Всем здоровья Спасибо Здесь в чате есть вопросы Если у вас есть возможность Останьтесь в чате Поотвечайте на них В письменном виде Поскольку, к сожалению, времени уже отвечать нет Спасибо вам большое За ваше выступление Здесь был вопрос Вопрос Кстати, у меня есть Я думаю, что Ксения и Евгения Постараются на него ответить Сейчас Всем детям подходит Ксения и Евгения Продолжение следует...